Трамплин для новых идей. В Батревском районе открылся очередной бизнес-инкубатор. Его строительство обошлось бюджету в 37 миллионов рублей. Для начинающих предпринимателей здесь создали все условия. Комфортные офисы, конференц-зал и полный перечень услуг, необходимых для ведения своего дела. С новосельем батревских бизнесменов поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Шьют одежду, переводят пассажиров, предлагают юридические услуги. В Батревском районе свое дело поставили на поток больше тысячи человек. На малое предпринимательство в муниципалитете делают ставку. Новым проектам здесь рады всегда, и они приходят на село. Притворять идеи в жизнь начинающим теперь будет помогать и бизнес-инкубатор. То, что предприниматели сегодня берут риски на себя, берут ответственность на себя, закладывают свою собственность, конечно, это очень здорово. Не каждый человек, не каждая семья может это сделать. Данный объект у нас на территории республики открывается седьмой. Седьмой объект открывали мы в сельских районах. Прекрасный центр работать в городе Чебоксары. Почву в новом бизнес-инкубаторе подготовили для более чем 20 предпринимателей. Просторный кабинет уже начали сдавать в аренду. Недавно здесь открылась фирма по организации праздников. Спрос на них в районе был и будет всегда. Молодой коллектив делает первые шаги. Получили собственные помещения, теперь рассчитывают и на поддержку властей. Все-таки какая-то поддержка государства, все-таки помощь молодым специалистам, помощь от государства в развитии, начала бизнеса. Но в Батрево есть ниши, которые предприниматели еще не успели занять. Дать толчок креативным идеям обязаны специалисты бизнес-инкубатора. Простаивать это здание не должно. Для тех, кто начинает свое дело с нуля, здесь создали идеальные условия. А здесь государственную поддержку они получают. Получают и здесь есть и льготные условия. Это значит первый год они платят 40%, второй год 60%. Я думаю, эта площадь вся будет заселена и будут работать они на пользу нашего района и на пользу Чувашской республики. Инкубаторы, которые уже работают в районах республики, помогли выйти на новый уровень многим бизнесменам. Неплохие перспективы рисуют и перед жителями Батревского района. Начинающим здесь даже обещают подыскать контакты с потенциальными инвесторами. Но конечная цель другая. Проекты должны заявить о себе на всю страну. Помочь развиться предпринимателям, не стоять им на месте и достичь определенной цели. То есть это получение прибыли, то, что они могут сделать. Новоселье в Батрево отметили не только начинающие бизнесмены, но и дети-сироты. В рамках федеральной программы на селе для них возвели новый жилой дом. Ключи от квартир получили 45 человек. Помещения для тех, кто несколько лет стоял в очереди, оборудовали самым необходимым. Установили газовую печь, поклеили обои и оборудовали систему индивидуального отопления. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.